Чтобы тебе сделать операцию, которая будет длиться 2-3 часа, ты еще 2-3 часа должен тратить на заполнение документов. И вот мы попытались убрать эти бумаги все. Система ИКИ дает возможность полностью контролировать ситуацию. При первом взгляде на эту систему видно, что она создана специально для анестезиологии и интенсивной терапии. Любое прикроватное оборудование представляет собой электронное устройство, это по сути компьютер. Он фиксирует большое количество информации. А особенности интенсивной терапии и анестезиологии в том, что здесь лежат достаточно тяжелые пациенты в критическом состоянии по час. И вокруг в них веет огромное количество мелкой, но очень важной информации. И чтобы эффективно лечить, вести данного пациента, необходимо загруппировать эту информацию в определенном порядке. До появления программы Philips мы работали на бумажных носителях, и это все занимало очень долгое время. Все сведения, которые мы заносили туда, нужно было перепроверять и переносить на такие же бумажные носители при перемещении пациента из операционной в отделение реанимации. Все, что касается системы ИКИ, главное ее преимущество, это, конечно, то, что она пишет все с оборудованием. То есть сестре не нужно ежечасно заполнять данные. Ну, представьте себе, лежит бумажный лист, и каждый час сестра должна вписать данные о 20 препаратах, которые ввелись на данный момент пациенту. А так как состояние пациента меняется, соответственно, может меняться и доза. И все эти изменения тоже нужно внести. Поэтому, когда врач подошел и поменял дозу препарата на инфузионном насосе, сестра должна это зафиксировать. То есть она должна бросить пациента, кинуться к бумажке и написать там что-то. Сейчас этого не происходит. Все фиксируется. Идет идентификация личности каждого человека, который подходит к этому назначению. Врач дает рекомендацию. Сестра эту рекомендацию выполняет. Электроника контролирует, кто этот человек. Для врача это четкость в предписаниях. Сейчас у него есть наборы предписаний для многих случаев. Ему не нужно каждый раз вписывать одни и те же препараты от Рокит. И сейчас он делает это одним кликом мышки. И все типичные назначения мгновенно появляются у медсестра на экране. С каждого компьютерного места центра можно войти в эту систему, если вы авторизованы. Появляются шаблоны написания, где ты можешь самостоятельно все проверить в ускоренном режиме заполнения дневников. Если раньше это занимало 10-15 минут, то сейчас занимает 1 минуту. Но бывают еще другие нестандартные ситуации. Это когда пациент поступает экстренно в реанимацию. Вот эти вот сценарии, они тоже прорабатывались и тоже были учтены. Вся информация в операционной с дыхательного аппарата, с перфузоров собирается и обрабатывается этой программой. Все анализы, которые делает лаборатория, скидываются через внутреннюю сеть и попадают в эту программу. Это как электронный мозг, который собирает информацию. И ты можешь проанализировать ее, выбрать то, что тебе нужно, принять правильное решение. Адаптация всего прикроватного оборудования, записи врачей, карты наблюдения за пациентом, преемственность в ведении больного из операционной до палаты интенсивной терапии крайне важна для организации длинной. Сейчас это все сгруппировано по темам, по направлениям, по органам и системам и позволяет получить в сжатом виде целостную картину происходящего с пациентом. Ты не можешь сделать ни ту процедуру, ни ту манипуляцию, которая тебе прописана. Ты должен именно сделать то, что поможет пациенту. Это уменьшает пресловутый человеческий фактор в этой части. Это позволяет индивидуально подходить каждому пациенту. Мы искали долго способ установки этой программы для себя. Но только «Филипс» приняла такое решение стратегическое выйти на российский рынок. И данный продукт сейчас представлен у нас. Компания «Филипс» разрабатывает информационные технологии для медицины уже довольно давно. Мы понимаем, что это способ повышения эффективности процессов здравоохранения. И это очень важная часть для работы современного госпиталя. Так появилась система ИКО, которая вобрала в себя, в том числе, и опыт многих лечебных учреждений. Более 300 в настоящий момент используют систему ИКО в мире. Я думаю, что это улучшает качество оказания медицинской помощи. Это абсолютно точно. Радикально изменило наш документооборот. Обезопасило некоторые аспекты лечения пациента. Процентов на 50-60 сократилось время среднего медперсонала на внесение информации. Это облегчило труд врача, анестезистки, палатной сестры. Освободилось время для того, чтобы проанализировать состояние пациента и прийти к самому оптимальному лечебному выводу для конкретного пациента. Перевод в цифру позволяет повысить существенную эффективность и контроль. То есть мы можем получить больше информации, быстрее ее анализировать, делать повторяемые какие-то процессы и дальше принимать правильные поддерживаемые решения. Цифровая система передачи данных – это безопасность для человека. И здесь мы должны думать только о индивидуальном человеке, больше ни о ком. Система ИКИ позволяет это сделать. Лучшая забота о больном – это изучение проблем и возможность их решить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова